здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня будем готовить пиццу у меня на столе пока те ингредиенты которые нам понадобятся для теста для теста нам понадобится мука жидкость у меня смесь воды и молока манная крупа сахар дрожжи сода пищевая соль и оливковое масло рецепт этого теста я посмотрела у одного итальянского шеф-повара я добавила в тесто манную крупу и на мое удивление оно мне очень понравилось и последнее время я тесто для пиццы готовлю именно с манной крупой но манную крупу нужно взять мелкого помола жидкость то есть смесь воды и молока должно быть теплой но не горячей сначала мы готовим опару но то есть не опару а просто проверяем качество дрожжей я знаю что они у меня хорошие свежие но все равно я проверяю их качество в миску добавляю одну треть жидкости сюда добавляют дрожжи я в тесто добавляю очень мало дрожжей конечно в этом случае тесто медленно поднимается но тесто не пахнет дрожжами и сюда добавлю сахар добавляю одну или две столовые ложки муки от общего количества перемешиваю если останутся такие маленькие комочки не переживайте они разойдутся потом получается масса приблизительно вот такой густоты я добавила всего 2 столовые ложки муки вот так сверху накрыла пищевой пленкой накрой еще полотенцем я ставлю так на столе до подъема пока поднимется опара я подготовлю муку заранее просеянную муку добавлю соли ну это около одной чайной ложки добавлю пищевой соды соду я добавляю обязательно потому что когда в тесто добавляете соду запах дрожжей не чувствуется и добавляю манную крупу она у меня вот такая очень мелкого помола я на 500 грамм муки взяла 100 грамм манной крупы это все хорошо смешаем мучная смесь уже готова ждем пока поднимется опара опара хорошо подошла замешиваем тесто жидкость я опять нагрела у нас должно получиться неплотное тесто так как в тесте есть манная крупа она в себя возьмет много жидкости поэтому нужно замесить тесто вот такой густоты не переживайте это не жидко потом тесто когда поднимется получится отличная текстура и густоты теста теперь сюда добавляем оливковое масло около 3-4 столовых ложек замешивать тесто будем до тех пор пока она не отойдет от стенок посудой с этим тестом немножко сложновато работать рука всегда тянется к муке потому что она липкая хочется сразу добавить муки но этого не советую делать потому что потом тесто становится тугим и пицца получится невкусной если у вас нету большого опыта работы с тестом если под рукой имеется кухонная машина то советую замесить это тесто с помощью кухонной машины мое тесто уже готово она спокойно отходит и от стенок посуды и от руки мне на это понадобилось 15 минут я взяла другую миску сейчас смажу растительным маслом и сюда переложу тесто сверху слегка смажу опять маслом тесто сверху накрыла пищевой пленкой его поставлю в теплое место на подъем некоторые кладут тесто в духовку нагревают духовку до 40 градусов но этого делать не буду можно поставить под тесто чайник с горячей водой или другую емкость с горячей водой и тесто быстро поднимется я делаю вот так под тесто кладу чайник с горячей водой и сверху опять же накрою полотенцем его оставлю до подъема оно должно увеличиться два-три раза мое тесто очень хорошо увеличилась в объеме она очень хорошо поднялось и в центре уже опускается очень легкое воздушное тесто получилось тесто вообще дрожжами не пахнет у него очень приятный аромат его можно поделить на две на три части смотря какой величины пиццу вы хотите испечь я пожалуй поделю на три равные части вот такое легкое воздушное тесто получается тесто сверху накрою пищевой пленкой и оставлю на 15 минут отдохнуть для сегодняшней пиццы я не буду использовать и не буду готовить классический соус маринара просто буду использовать такой cream cheese он уже томатный называется неаполитанский этот cream cheese очень густой просто я сюда добавлю немножко оливкового масла и немножко воды чтобы было проще нанести на тесто при желании можно добавить специи которые вы любите которые вам нравятся и чеснок можно добавить если любите пиццу с чесношным вкусом соус уже готов для сегодняшней пиццы я взяла следующие ингредиенты помидоры ветчина сладкий перец сыр пармезан моцарелла это специально для пиццы моцарелла и оливки конечно же нам понадобится немножко оливкового масла и я взяла такие специи я их всегда использую когда готовлю пиццу называется итальянские травы придает очень интересный вкус пиццы сначала нужно натереть сыр моцареллу я натру на крупной стороне тёрки а пармезан на мелкой стороне все ингредиенты для пиццы я подготовила начинаем формовать пиццу и и формуем пиццу промажем соусом насос посыплю сыр совсем немножко кладем начинку первая пицца у меня будет с ветчиной количество начинки делайте на ваш вкус оливки сладкий перец тоже по желанию очень красивые цвета получается помидоры я делаю побольше потому что это пицца для мужа он любит когда много помидоров теперь сверху посыплю итальянскими травами сыр это моцарелла теперь пармезан совсем немножко и оливковое масло совсем чуть-чуть тоже поставлю в пиццу в заранее разогретую духовку температура духовки 230 градусов я ставлю пиццу в духовке пока она сверху не заражена пока печется первая пицца формуем вторую смажем опять же соусом немножко сыра помидоры это будет без ветчины красного перца немножко немножко оливок итальянские травы сыр моцарелла это готовлю для себя я не люблю когда много сыра поэтому сыра будет совсем немножко и пармезан конечно же специи опять немножко я их очень люблю и немножко оливкового масла первая пицца уже готова отправлю в духовку вторую пиццу сборку третьей пиццы уже не покажу потому что там тоже будет аналогичная начинка посмотрите какое замечательное тесто получилось очень красивая пицца получилось тесто в центре очень тоненькое много начинки а по краям получилась хрустящая корочка таким был мой сегодняшний рецепт надеюсь он вам понравился подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки это будет ваш вклад в развитие моего канала а я как всегда желаю вам удачного дня отличного настроения и до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...